Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о том, а стоит ли подавать кассационную жалобу на незаконное судебное решение. И этот вопрос далеко не праздный. Многие его задают и многие спрашивают, имеет ли смысл, стоит ли подавать кассационную жалобу, насколько это будет эффективно в той или иной ситуации. Поскольку уже имеется состоявшееся решение суда первой инстанции, зачастую имеется подтверждающее решение суда апелляционной инстанции, зачастую эти решения состоялись уже не в вашу пользу. И конечно же возникает вопрос, а стоит ли идти дальше, стоит ли подавать кассационную жалобу для того, чтобы тем или иным образом исправить ситуацию. Ведь уже две инстанции подтвердили, скажем так, вашу неправоту, либо одна из инстанций встала не на вашу сторону. И вот здесь дорогие друзья, конечно об этом нужно подумать и задуматься. Но, как свидетельствует практика, как свидетельствует опыт, конечно же нужно идти до конца. Если вы чувствуете, что вы правы, что при рассмотрении дела гражданского нарушены ваши права, нарушены ваши законные интересы и решение суда является незаконным, необоснованным полностью или в части, то конечно же необходимо идти в кассацию. Главный вопрос это о том, что необходимо подготовить качественную кассационную жалобу. Потому что на стадии кассации основное рассмотрение идет по документам. И конечно же вот на этой стадии очень важно подготовить грамотную кассационную жалобу. Поэтому, если у вас возникают такие вопросы по подготовке кассационных жалоб, обращайтесь. Я всегда на достаточно хороших условиях подготовлю вам грамотную кассационную жалобу с использованием судебной практики, с использованием постановлений, пленумов Верховного Суда, с учетом последних изменений законодательства и так далее. Опыт в этом огромный. Дорогие друзья, но все-таки вернемся к нашему вопросу, к тому, есть ли смысл подавать кассационную жалобу. Конечно же смысл есть. Главное проанализировать те ошибки, которые совершают суды первой или апелляционной инстанции. Ни для кого не секрет, что у нас суды очень и очень сильно загружены. Загружены суды первой инстанции по самое не могу. И очень-очень много дел. Практически с утра до ночи суды занимаются рассмотрением гражданских, административных, уголовных дел. И дорогие друзья, весь этот вал, он конечно же не может не сказаться на качестве. На качестве вынесенных судебных решений. Судебные ошибки неизбежны. И недаром законодатель специально установил порядок обжалования. Возможность обжалования в кассационном порядке. Возможность обжалования в апелляционном порядке. Возможность обжалования во второй кассации в Верховном Суде. Возможность обжалования в порядке надзора. Возможность пересмотра судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам. То есть массив всех этих методов пересмотра и проверки судебных решений, так называемого судебного контроля со стороны высших судебных инстанций, он очень обширен, он очень широк и его создавали совсем не зря. Его создавали специально для того, чтобы справедливость могла быть восстановлена на всех без исключения стадиях гражданского процесса. Поэтому, дорогие друзья, это один из аргументов. Второй из аргументов, конечно же, поскольку у нас имеются новые суды, так называемые кассационные суды общей юрисдикции, они в своей работе не так давно образованы, в 2019 году и сейчас они очень рьяно взялись за дело. И, конечно же, суды общей юрисдикции, они очень досконально, они до мелочей пересматривают все гражданские дела и очень-очень сильно повысился уровень отмены, изменения судебных решений. Их стало значительно больше. Если раньше это были доли процентов, то сейчас в некоторых регионах доходит до 25% измененных, отмененных судебных решений. То есть справедливость восстанавливается. Это тоже очень серьезный аргумент. Ну и, конечно же, дорогие друзья, нельзя не рассматривать тот момент, что, конечно же, после того, как вынесено решение суда первой инстанции, после того, как вынесено решение суда апелляционной инстанции, у нас уже имеется структурированный подход со стороны первой, со стороны апелляционной инстанции. И там уже путем анализа судебных решений, путем анализа судебных материалов видно, как говорится, насквозь те ошибки, которые допустили суды при использовании тех или иных моментов. Поэтому, дорогие друзья, конечно же, однозначно, если вы чувствуете, что права нарушены, необходимо в кассационном порядке обжаловать те или иные судебные решения. Обращайтесь всегда с удовольствием. Помогу, всегда помогу в составлении на достаточно хороших условиях. Удачи вам в ваших делах. Обращайтесь. О более подробных моментах, нюансах составления кассационных жалоб мы поговорим в следующих роликах. Удачи.